Здравствуйте дорогие друзья и зрители моего канала Жизнь фермера Сибири Я рад приветствовать абсолютно каждого на своем канале Ну что ж дорогие друзья, сегодня вам может показаться, что видео немножко нестандартное для моего канала Потому что нет коров, нет сараев, нет грязной домашней одежды Но тем не менее, сегодня я хочу поделиться с вами рецептом грузинской кухни От которого я просто без ума и получается всегда на ура это вкуснятина Не объяснить словами, а то нужно видеть, пробовать и ощущать запах Будем сегодня готовить хачапури по-аджарски То есть это в виде лодочки с сыром сулугуни и с яйцом Ну что ж дорогие друзья, давайте приступим к приготовлению теста на аджарский хачапури Дорогие друзья, для приготовления хачапури по-аджарски нам потребуется Мука, растительное масло, сухие дрожжи, соль, сахар, два яйца, сливочное масло, ну и конечно же сыр сулугуни Также небольшое количество воды Давайте приступим к приготовлению теста для хачапури по-аджарски Для начала нам потребуется небольшое количество воды, теплой Мы ее вливаем в чашу Также сюда мы добавляем сухие дрожжи Аккуратненько, не спеша Чтобы дрожжи успели напитаться влаги И разбухнуть Сюда же мы всыпаем сахар И добавляем соль Соль я беру мелкую для того, чтобы она быстрее растворилась В тепленькой водичке После того, как наши дрожжи подошли Вот такая красивая шапочка образовалась сверху Мы выливаем в емкость, в которой будем готовить Делаем все аккуратненько, постепенненько Не торопясь, потому что тесто любит доброту и любовь Добавляем муку В наши настоявшиеся дрожжи Много муки не нужно, так как она будет забивать тесто И потом придется очень долго вымешивать Потихонечку промешиваем Чтобы не образовывались эти большие комочки С которыми нам потом придется бороться Но тесто у нас не на блины Поэтому комочки вымесить очень просто В итоге у нас образуется очень хороший один большой комок Дорогие друзья, тесто должно у вас получаться очень липкое, мягкое Которое будет тянуться и липнуть к рукам Постепенно добавляем оставшуюся муку И потихонечку вымешиваем Много муки не нужно Нужно вот именно чтобы тесто у вас липло и было очень-очень мягеньким Из данного теста очень хорошо получается пицца Прям шикарнейшее тесто Хорошо держит форму Когда его раскатываешь в большой круг С тонкими бортиками И у вас получается пицца такая, как вы заказываете Либо берете где-то в пиццерии Шикарное тесто получается, мягенькое Аккуратненько его вымешиваем, как говорил В тот момент, когда вы видите, что тесто у вас уже в принципе готово Но чего-то еще не хватает Мы добавляем подсолнечное масло растительное И хорошенечко смазываем тесто Потихоньку, не торопясь Вот такое у нас получается мягкое, нежное тесто После добавления масла оно уже не липнет к рукам Вымешиваем как можно лучше Не сильно, небольшими усилиями А аккуратненько Разминаем его в руках Оно получается вот такое Красивое, ровненькое Сейчас еще немножечко повымешиваем И оставим его на часочек Чтобы оно отдохнуло и поднялось После того, когда мы уже вымесили тесто Мы накрываем пленочкой Можно пищевой пленкой укутать У меня просто к данной чашке ничего не прилипает Поэтому будем делать вот так Сверху мы возьмем обычное полотенчика Кухонное, чистенькое И укрываем И в тепленькое место ставим на часок Тесто должно хорошенечко подойти Стать пышным, легким и воздушным После того, как мы приготовили тесто Мы займемся сыром сулугуни и яйцами Получается, нам потребуется два яйца Для того, чтобы одно у нас пойдет В само уже готовое хачапури А одно пойдет, чтобы смазать хачапури Для получения золотистой и красивой корочки А так как белок нам не понадобится для этого Он у нас пойдет в сам сыр сулугуни Сейчас отделим желток от белка Аккуратненько Чтобы это все дело не повредить Вот так это все получается Белок мы переливаем в емкость сыром А желток выливаем в чашечку Ну что ж, дорогие друзья Наше тесто простояло ровно час Я уверен, что оно настоялось Увеличилось в два раза в размере Давайте посмотрим сейчас И будем уже раскатывать наши аджарские хачапури Дорогие друзья Вы только посмотрите, какое оно Пышное, нежное Очень шикарное тесто получилось Сейчас мы его будем делить На то количество, сколько мы хотим приготовить Хачапури Также Ну, я буду сегодня готовить одно Поэтому я возьму только половину Теста А остальное оставлю на пиццу Потому что пицца из него Просто великолепная получается Смотрите, как оно шикарно отходит От краев емкости Сейчас будем его выкладывать На поверхность Разделим напополам И будем раскатывать И делать наши лодочки Для хачапури Смотрите, как оно шикарно отходит Сыр мы раскладываем полностью По всей поверхности Нашего теста Но нужно делать так Чтобы его хватило полностью На весь хачапури Слегка сминаем его И вот такими небольшими жгутиками Для того, чтобы нам проще было его потом свернуть Мы раскладываем После того, когда мы разложили сыр По поверхности нашего теста Мы вот так аккуратненько скручиваем Чтобы у нас образовался вот такой Грубо говоря, рулетик Это все подворачиваем с двух сторон Сначала мы сделаем с одной Чтобы нам было более удобно Дальше мы будем подворачивать с другой стороны Получаются у нас бортики такие В которых находится сыр При выпекании он расплавится И будет очень-очень вкусно Тут у нас получаются такие ушки В процессе я покажу Для чего они, грубо говоря, нужны Из чего нужно начинать кушать аджарские хачапури Вот так это все склеивается И получается у нас вот такая Безумно красивая и аппетитная лодочка Оставшийся сыр, который у нас остался Мы его слегка размешиваем Чтобы у нас был такой более-менее сыпучий Добавляем сюда Сливочное масло На дно нашей лодочки Примерно в двух-трех местах Чтобы масло Распределилось равномерно И выкладываем уже в основание нашей лодочки Весь оставшийся сыр Равномерно распределяем по дну нашей лодочки Чтобы это все было аккуратненько, красивенько И имело аппетитный внешний вид Вот почти готово наше аджарские хачапури Осталось только смазать яйцом И отправить запекаться в духовку Сейчас мы аккуратненько его смазываем Чтобы оно у нас имело привлекательную золотистую корочку Вот и все Мы почти приготовили наш аджарский хачапури Вместе с вами Осталось его запечь Я предварительно разогрел духовку до 180 градусов Сейчас мы отправим его на 15 минут в духовку Будет выпекаться при температуре 180 градусов Ну, минут 10 После чего мы добавляем температуру на 200 градусов И запекаем еще 5 минут После чего мы будем доставать хачапури Добавлять туда яйцо, желток И снова запекать 2-3 минутки Ну что, дорогие друзья, погнали запекать! Вот такой у нас красивый хачапури получается Сейчас мы отделим желток от белка И желтки мы добавим в наш хачапури Желток желательно, чтобы он не растекся Вот так мы его аккуратненько убираем Даже если у вас небольшое количество белка попадет в хачапури Ничего страшного в этом нет Вот так это красиво Я так подумал, что у нас хачапури получается очень большое Следовательно, нам понадобится 2 желтка Ну что ж, дорогие друзья, совместными усилиями мы сделали вместе с вами Вот такой замечательный хачапури по-аджарски Вот такая у нас шикарная лодочка с двумя желтками получилась Очень красивая А вы не представляете, какой это аромат стоит Шикарнейшие слюнки текут Уже так и хочется поскорее его попробовать и слопать Ну что ж, дорогие друзья, давайте я вам покажу С чего же нужно начинать кушать аджарский хачапури И как это делается Посмотрим же, что у нас внутри получилось Смотрите, какой сыр запеченный Растаявший Вот так ушками мы раздавливаем желтки в нашем хачапури Перемешивая их вместе с сыром и сливочным маслом Ну и пробуем, конечно же Господи, да чего же это вкусно Я настолько люблю грузинскую кухню Вы даже не представляете Я ел бы каждый день хачапури по-аджарски Дорогие друзья, если вам понравилось мое видео Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк Писать комментарий Если вы пробовали хачапури и у вас есть какой-то другой рецепт Обязательно поделитесь с ним Я готов попробовать все рецепты, что касаемо аджарских хачапури Вот Также, кто не подписался на мой канал Подписывайтесь И обязательно ставьте колокольчик Чтобы не пропустить очередной какой-нибудь вкусненький Но очень простой рецепт Потому что если вы приготовите дома Ваша семья будет очень довольна И вы сами Я вам правда говорю Ну что ж, дорогие друзья Всем добра и здоровья А я буду скорее лопать Пока месь он горячий И этот все так вкусно Всем пока-пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok